Здравствуйте, в центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Поговорим сегодня о самых популярных именах в Амурской области, о том, в каком возрасте амурчане предпочитают связывать себя узами брака с начальником управления ЗАГС Амурской области Натальей Томиловой. Здравствуйте, Наталья Томилова. Сады пустели, школы пустели, родильные дома не были перегружены. Мы сейчас пожинаем этот период. Но, к чести амурчан, все равно не так сильно эта цифра падает, не такая бывальна. Мы зарегистрировали в этом году более 6 тысяч браков. Меньше у нас получилось около 400. Ну, это небольшая разница. Это очень небольшая разница. Я думаю, что еще года два мы ее будем наблюдать, а потом уже пойдет у нас, конечно, скачок и значительный скачок вверх. Что касается браков, то, конечно, исходя из того, что у нас стоит очень хороший программный продукт находка, мы делаем систематический анализ браков и наблюдаем красивую картину, что браки наши помолодели. А это уже положительный момент. Помолодели, что стабильно снижается брачный возраст, вступающий в брак. Значит, девушки у нас уже охотно вступают, как в постсоветское время, 20, 21, 22, 23, 25. Уже туда свыше процент браков вставляет 20-30%. Молодая мама и молодая жена – то, что мы сегодня наблюдаем на улице. Помолодел и возраст молодых людей. Они теперь тоже уже не стремятся вступить в возрасте 29, 30, 35. Средний возраст для вступления в брак у них составляет 25, 26, 27. Это тот возраст для обоих половины, для мужчины и женщины, когда гарантированно будет стабильная семья и в молодом возрасте рожденные дети. Приветствуется рождение детей в любом возрасте. И мы делали для себя статистику, сколько же у нас рождается детей во взрослом. И обратили внимание, что 48 лет мамы родили в порядке 12 детей у нас. Ничего себе. То есть в Амурской области есть тоже такие уже достаточно зрелые мамы. Есть у нас такие зрелые мамы, что тоже очень приветствуются. Но, тем не менее, молодая мама есть молодая мама. Ей проще вырастить и воспитать детей. Хотя вызывает восхищение, как вы отреагировали на взрослые мамы тоже. Ну, вот интересные тенденции. И меня действительно удивляет, что вас очень радует, когда молодеют пары. Хотя вот мы говорим постоянно, что мы стремимся к этой западной тенденции, когда молодые люди как-то осторожничают с браком. И брак заключают уже в более зрелом возрасте, когда, говорят, уже все состоялись. И есть уже хорошая платформа для рождения детей. Вот почему вы немножко попробуете? Эта тенденция сохраняется в азиатских странах. Эта тенденция. Это вот Япония для этого, Южная Корея для этого характерна. Что касается всего остального Запада, то там возвращается букетно-конфетный период. Все равно людям не хватает тепла и любви. И мы с вами говорили о Дне счастья. Не случайно же у нас появился День счастья, потому что мы вдруг поняли, что мы слишком заорганизованы, слишком куда-то спешим, а нужен День счастья. И я буквально была в нашем драмтеатре, последний спектакль посмотрела, который был посвящен чисто семье. Еще раз было показано со сцены прекрасный спектакль, где говорилось о том, что любовь, уважение и все прощения побеждает все. Поэтому браки молодеют только потому, что те, то поколение, которое выросло в не очень ровных семейных отношениях, они всегда стремились и мечтали, особенно девушки, к своей хорошей, дружной, любимой семье. Ну, действительно, будем надеяться, что так оно и будет, потому что я надеюсь, что статистика разводов нас тоже как-то вот немного хотя бы порадует. Разводиться стали меньше. А разводиться стали стабильно меньше. Ой, как хорошо. Несмотря на то, что мы наблюдали в начале года неопределенный скачок, брак, разводов у нас уменьшилось пусть на 30 пар, но 30 пар сохранились. Это замечательно. И что касается разводов, то, конечно, этим озабочены все. И сейчас в стенах Государственной Думы есть проект закона, который рассматривается об увеличении срока на расторжение брака. Если у нас это был один месяц, то сейчас вернулись опять к постсоветским периодам, до трех месяцев увеличат расторжение брака. Меня этот вопрос очень радует. Почему? Потому что часто очень разводы идут просто на эмоциональном уровне. Я с тобой разведусь, и в ответ от обиды и я с тобой разведусь. Ты со мной не хочешь жить, и я с тобой не хочу жить. Все. Не хватило времени для того, чтобы угасли эти страсти, и в конце концов семья распадается. Хотя, повторяю, что те пары, которые в период развода обратились к психологам, 10% потом не приходят в органы ЗАГС для получения свидетельства о расторжении брака. И, наверное, увеличение до трех месяцев позволит не только 10%, а 20-40%, которые потом не придут за получением данного свидетельства. Ну, уже действительно, за три месяца бесед с психологом можно разрешить какие-то достаточно сложные семейные проблемы. Надо просто заняться этим вопросом. И даже с собой, между собой, друг друга поговорили раз, два, три, и вдруг поняли, что оба неправы. В любом конфликте всегда неправы две половинки. Ну, про детей не могу не поговорить, потому что мы постоянно наблюдали рост рождаемости. Как у нас вот... Снижение. На 400 детей у нас снижение. Но это с тем же моментом связано. По-прежнему мы наблюдаем, что картина полная, красивая для Амурской области, что продолжают охотно рожать вторых, третьих и четвертых детей. Причем четвертые дети у нас занимают сейчас достаточно большой процент. Значит, снижение порождаемости наблюдается именно у первородок. Значит, у нас более 100 детей мы не получили, тех, которые рожают. Но это с тем же, что некому вступить в брак, некому родить. И по-прежнему сохраняется к чести Амурской области, к большой, рождение в каждой третьей семье уже второго, третьего, четвертого ребенка. Ранее это было в каждой пятой. И мы уже вот, может быть, повторимся, но с большой радостью повторимся, что на улицах мы все чаще и чаще встречаем молодую семью, где двое, трое детей, и действительно счастливые глаза у родителей. Еще встречаем двойни и тройни даже периодически. То есть это тоже стало заметно. Да, двоин в этом году немного мы меньше родили. Если в прошлом году их было 118, в этом году 100. Но, тем не менее, хорошая такая цифра. Троин и в 15-м, и в 16-м году у нас было по одному. И причем, вы помните, в 16-м году тройни у нас было, это три богатыря. Такая красивая выписка была в перинатальном центре. Что касается имен, у родителей по-прежнему экзотические имена в почете или же нет? Что касается имен, то у мальчиков мы всегда отмечали, что стабильность есть. И у мальчиков по-прежнему это Антоны, это Кириллы, это Александр всегда лидирует. И такого вот с ног сшибательного никто и не ищет, потому что мальчик есть мальчик. Главное, чтобы он был мужчиной и мужественное лицо. Что касается девочек, то, конечно, таких редких имен мы уже не наблюдаем. Когда у нас то Весна называли, то Россия, такого, конечно, уже нет. Сейчас тенденция идет к тому, что девочек называют старорусскими именами. Это Дарья, это Катя, это Анастасия, Ольга, потому что у нас оно всегда было популярно. Но немножечко смущает, почему ушли в небытие Татьяны. День Татьяны, который мы отмечаем, считается День студентов. А практически имя это не популярно среди молодых мам. Пап для названия своей девочки. Антония Сергеевна, ну все возвращается в конце концов. Надеемся, и Татьяна вернутся. По крайней мере, дети, я точно знаю, выдохнут. Потому что с именем, которое действительно вокруг есть, как-то проще, мне кажется, жить. Экзотика не всем далеко подходит. Совершенно с вами согласна. Но хотелось бы, чтобы наша любимая Аленка вернулась. Она тоже ушла в небытие. А когда шоколадку покупаем? В общем, загадываем действительно на Новый год, чтобы вернулись Алены и Татьяны. Дарья Сергеевна, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Как всегда, очень интересно и познавательно. Спасибо. Всего доброго. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Наталья Томилова, начальник управления ЗАГС Амурской области. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok